В Черкасах четверо защитников Донецкого аэропорта сделали для областного госпиталя щедрый подарок. Бойцы 90-го отдельного батальона проходят здесь реабилитацию после тяжелых ранений. По меньшей мере дважды в год ребята лечатся в этом госпитале после контузии. И теперь там стало комфортнее. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Валерий в Черкасском областном госпитале для ветеранов прописался сразу после демобилизации. Еще в 2014 году здесь открыли специальное отделение для реабилитации участников АТО. В прошлом году четыре раза был, в этом году только второй. Но еще впереди полгода, а что успею? В 55 у него уже был целый букет диагнозов и первая группа инвалидности. Все это Валерий заработал на Востоке. Когда началась война, мужчина вернулся из России с заработков и добровольцем ушел в отдельный 90-й батальон. На долю водителя санитарного автомобиля достались самые тяжелые бои в Донецком аэропорту. После этого никак не может прийти в норму. Клинит голову, с ума сходишь. На вене получил две контузии, ожог правой руки и порвал сваски на левой ноге. Плюс гипертония появилась, энцефалопатия, плюс сопутствующая, плюс после контузии зрение упало. Здесь ежегодно проходят реабилитацию до 5000 бойцов. Для большинства это шанс вернуться к нормальной жизни. Ребятам оказывают и медицинскую, и психологическую помощь. За добро Валерий и трое его сослуживцев тоже решили отблагодарить добро. Конструкции, это ну девица, тут швеллер, 50-ка. Это сделано на века. Где? Ну вы же бачите, все сами. Эти две беседки и скульптура на территории госпиталя их работа. За тяжелое ранение бойцы 90-го батальона получили государственную компенсацию, и на часть этих средств решили сделать такой подарок. К сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что государство не может выделить на все деньги. А хочется, чтобы было красиво, аккуратно. И решили, за то, что живые вернулись, хотели сначала, ну, типа, десятину на церковь дать, а потом подумали, подумали, подумали. Мы думаем, они и так не обиженные. Это в огне в буду Господу сказано. Получив такой подарок от подопечных, персонал госпиталя не может сдержать эмоций. Не поверил, да. Когда хлопцы пришли до меня в первый раз и сказали, что они хотят тут что-то сделать на территории госпиталя, враховывая эти подии, какие они пережили, я не поверил, что они действительно мотивованы на то, чтобы что-то сделать в госпитале. Беседки и скульптуру открывали без лишнего пафоса. А тех, благодаря кому все это появилось, напоминает лишь памятная табличка. Бойцы говорят, у них еще осталось немного денег, которые собираются потратить на освещение аллеи госпиталя. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы.